Приветствую вас, дорогие друзья! Мы остановились в разговоре нашем о творчестве Михаила Фанасьевича Булкакова на том, что он описал былое в полном сознании того, что никто, кроме грядущего Льва Толстого, не в силах запечатлеть все оказии, все коллизии, все мытарства Киева и киевлян в 1918-1919 году. Но современность... Булкакова интересует современность безмерно. И оттого киевская современность ему также весьма любопытна. Да, он стал московским литератором, писателем московским. В Киеве 1923 года он чувствует себя чуть ли не приезжим. Хотя мир его самых драгоценных воспоминаний здесь чувствует себя все-таки человеком из Москвы. Оттого разговор о Киеве 1923 года это взгляд столичного человека на, в сущности, глухую провинцию. Я бы сказал так, что то, что в Киеве Булгаков не издал ни одного произведения, никогда сам, то, что он не печатался в местных газетах, вопреки многим данным, слухам и другое, то, что он, очевидно, роскошь театрального и художественного, живописного, имею в виду, авангарда в Киеве 18-19-го годов, попросту воспринимал в штыки. Все это обусловило булгаковское лиление Киева как колыбели, едва покачиваемая колыбель, едва приводимая в движение любящей рукой матери городов русских. Колыбель – вот что такое Киев для Булгакова. Это его собственная колыбель. Он возвращается только лишь взглянуть на себя глазами повзрослевшего мастера. И что же в Киеве-городе? В Киеве-городе все, что сказано о городской культуре, ну, собственно, это 4-5 строчек, сказано о памятнике Карлу Марксу. Это знаменитый киевский Маркс, который был установлен у тогда еще находящегося на своем месте здания Киевской городской думы. Роскошное было здание на нынешней площади. Площадь независимости она находилась в советское время площади революции. Ну, было это здание благополучно уничтожено. Памятник еще до того был снят. Но построил этот памятник местный киевский, культурлиговский скульптор Чайков. И в очерке Мандельштама о Киеве, Киев, и в очерке Булгакова, Киев-город, упомянут этот замечательный пример социальной скульптуры и архитектуры, в общем, воплотивший для Булгакова, очевидно, все стороны низкого футуризма, низкого конструктивизма в искусстве. И оттого вся культура Киева, наблюдаемая Булгаковым, сводится к этому портрету германского философа, как выражается он. И мир слухов, мир слухов, которые плодятся в Киеве, этот мир слухов отразился. И в очерке Мандельштама у Булгакова особенно указано, что это слухи, происходящие из торговой среды, из среды вынужденно торгующих людей, из тех, в общем, полунищих сред, которые прежде были обеспеченными, а теперь деклассированные, как сказали бы, политологи. В сущности, это нищие старухи, которые не могут раздобыть себе пропитание, Цабезом едва-едва помогает, вынуждены, как говорит Булгаков, продавать канделябры на ее базе. Вот эти слухи, это вторая душа современного Киева. Современный Киев полнится слухами, причем слухами не какими-нибудь там этакими, более или менее оправданными, но совершенно фантастическими. Евбазовские слухи, слухи, исходящие от торгующих почтенных старушек, вот это как бы заменяет информацию. В Киеве не читают газет, подчеркивает Булгаков, и в Киеве полагают, что все, что пишется в официальных газетах, неправ. И, соответственно, плод воображения старушек – это голая истина, это истина в последней инстанции. Третий момент. Булгаков – сын профессора Киевской духовной академии, как мы знаем, Афанасия Ивановича Булгакова, человек, который всегда очень был заинтересован библейской историей, с очень большим вниманием и остротой наблюдает за членением церкви на Украине. И оттого третий пассаж, очень важный для нас в Киеве-городе, это именно расчленение, расстроение на три ипостаси, на три лика церкви на Украине. Все это кажется безмерно актуальным, и я бы сказал так, что последний момент языковой, речевой, который не так уж явственен в очерке Киева-Мандельштама, у Булгакова оказывается одним из самых важных. И оттого появляется чудный пассаж о киевских вывесках. Добавлю здесь же, прежде чем прочитать фрагмент, что вывески – это одна из ключевых идей русского авангарда. На вывеску ориентировались уже Бубновалецы и Машков, но вывеска стала, по существу, знаком для высокого авангарда. И учиться у тех, кто делает уличные вывески, расписывает, по существу, плафоны над кабаками. Ну, этим занимались и Ларионов, и Бенчарова, многие великие мастера авангарда. Оттого вывески выходят на передний план. И Булгаков в отчаянии от смешения языков, от этого вайлонского столпотворения, которое он видит в киевских вывесках. И именно как таковые, как вывески безграмотные, как вывески, не написанные ни на одном из возможных языков, собственно, эти произведения искусства или плакаты информационные появляются в очерке «Киев. Город». Далее, очень важно представить себе, что еще в 1918-1919 году Булгаков стал выбирать, ну да, мы знаем этот выбор, выбор пути, выбор духовного поприща. И совершенно ясно, что он, выбрав медицину, одну из самых точных в эту пору дисциплин, и получив диплом в Киевском университете Святого Владимира, как бы отказался от пути священника, профессионального богослова, или, выражаясь языком очерка «Киев. Город Попа», пускай правильного Попа, православного Попа. Он отказался от пути духовной карьеры. В любом случае мы знаем, что Булгаков, тем не менее, оказался одним из самых рефлексирующих, самых глубоко раздумывающих и постоянно обдумывающих вопросы богословские русским литераторам, возможно, всех времен. От того пути от «Киев. Город» к «Мастеру и Маргарите», пути от критики атеизма в фильетонах и в эссе Булгакова 20-х годов к «Мастеру и Маргарите», пути к «Мастеру и Маргарите», а это эпос, в центре которого разблочение безбожие и ханжество, и всех прочих особенностей, которые были нажиты в советскую эпоху Отечеством. Так вот, пути, пролегающие через Киев город, через фильетоны, на самом деле, начинаются в 18-19 годах, когда повсюду работы, повсюду на улицах, вместо вывесок, вместе с вывесками, плакаты учеников Александра Экстер, пестрые фигуры, 1 мая 19-го года, знаменитый, безусловно, Булгаковым наблюдаемый день торжеств пролетарских, все это вызывает у него открытую неприязнь. Очевидно, и знаменитый спектакль Марджанова «Фуэнта вихуна, овечий источник» по Лопе де Вега, в общем, классика авангардного театрального искусства, вызывает у Булгакова отрицание. Его приоритет — это классическая драма, это опера в Киевской, замечательной опере. Его приоритет — это высокое театральное искусство. Очень многие театральные постановки в Киеве в классическом исполнении, классический репертуар, Булгаков, безусловно, смотрел, и именно на них вырос. А этот репертуар описан в театроведческих очерках Александра Дэйча мы можем по ним знать в сущности все возможности киевских классических театров того времени. Булгаков предпочитает это. Не случайно в дальнейшем он становится мхатовцем. И, тем не менее, значение, величие Мейрхольда Булгаков прекрасно понимает. Он может высмеять Мейрхольда, он может показать, что эта акробатика и механика Форегера или Мейрхольда на самом деле только мешает театральному искусству, но, тем не менее, он понимает, что это новое слово в искусстве. И использует приемы авангарда в своих филитонах и, разумеется, в «Мастере и Маргарите». В «Мастере и Маргарите» десятки, если не сотни элементов, которые отработаны в авангардном искусстве. Ясно, что не только пародируемые авангардные элементы. Так что я хотел бы сказать, что, возвращаясь к Киеву-городу и глядя на памятник Карлу Марксу, мы можем с уверенностью утверждать, что Булгаков видит в Киеве тихую заводь, некую противоположность Москве и полагает, что этой заводью Киев и должен оставаться, что он должен сохранить свое лицо. И вовсе не гнаться за Москвой, семимильными шагами идущей в некое неопределенное, смутное, едва ли не сатанинское, если вспомнить продолжение этой идеи, через «Мастера и Маргарита» и так далее, будущее, а должен оставаться самим собой. Вот это радование Булгакова за пребывание Киева в некоем изначальном модусе, я хотел бы подчеркнуть. Теперь я хочу прочесть отрывки из Киева-города, где есть некие актуальные, сверхактуальные моменты. Достопримечательности. Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо. Оговариваюсь раз и навсегда. Я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям. Но, тем не менее, киевские вывески необходимо переписать. Нельзя же в самом деле отбить в слове гомеопатическое букву «Я» и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан. Голярня, перукарня, цирюльня или просто-напросто парикмахерская. Мне кажется, что из четырех слов молочно, молочно, молочарня и молочная самым подходящим будет пятое, молочная. Если я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав. Можно установить единообразие. По-украински, так по-украински, но правильно и всюду одинаково. А то, что, например, значит слово С-М-Р-Икс-Л. Я думал, что это фамилия, но на голубом фоне совершенно отчетливые точки после каждой из трех первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов. Каких? Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил, чтобы я так жил, как я это знаю. Что такое карасик латинскими буквами? Это понятно, означает портной карасик кириллическими. Детячий притулок понятно благодаря тому, что удобство ради национальных меньшин сделали тут же перевод детский сад, но С-М-Э-Р-И-Х-Э-Л непонятен еще более, чем К-У-Т-У в С-Е-Р-О-К-О-М-П-А-М-А. Еще более ошеломляющим Едальня Население Нравы Обычаи Какая резкая разница между киевлянами и москвичами. Москвичи зубастые, напуристые, летающие, спешащие, американизированные киевляне тихие, медленные, без всякой американизации. На американской складке люди любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах подтянутых почти до колен прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чаю. И в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать, потому что как только вы выйти за порог, они хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду. Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное повествование, в глазах у моих слушателей появились такие веселые огоньки, что я моментально обиделся и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое казино или эрмитаж с цыганскими хорами, или московские пивные, где выпивают море пива, и хоры с гармониками поют песни о разбойнике Кудеяре, Господу Богу, помолимся, что такое движение в Москве, как Мерхольд ставит пьесы, как происходит сообщение по воздуху между Москвой с Кенигсбергом, или какие хваты сидят в трестах и т.д. Киев такая тихая запад теперь, темп жизни так не похож на московский, что киевлянам все это непонятно. наука, литература, искусство. Нет. Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед думой в обрамлении белой арки у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо. Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень. Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, неясно говорила дядя Карла терный. Финал. Город прекрасный, город счастливый, над разлившимся Днепром весь в зелень каштанов, весь в солнечных пятнах. Сейчас в нем великая усталость после страшных громыхавших лет. Покой. Но трепет новой жизни я слышу, его отстроят, опять закипят его улицы и станет над рекой, которую Гоголь любил опять царственный город. А память о Петлюре дожгинет. В завершение я хотел бы сказать, что здесь в очерке Киев-город тема Петлюры бухгалтера. Петлюры дважды всплывает. И в романе «Белая гвардия» она очень сильна. Булгаков говорит о Петлюре здесь в очерке как о том, о ком собственно и говорить-то не стоило бы, если бы о нем не молились в одной из трех церквей, которые теперь на Украине присутствуют. И вот против он этой молитвы. Тем не менее, есть люди, которые молятся за возврат Петлюры, за его второе пришествие. Булгаков это отмечает, но мы уже знаем, что его приоритет и его предпочтение в старом городе, то, что было до переворота, то, что было до великой беды, это Киев Турбиных, Киев самого Булгакова, круга его отца и матери, круга самых близких ему людей, отца Глаголева, скажем, и этот круг невосполним и невосстановим, ибо все ушло. Булгаков теперь москвич. Булгаков готовится создать свой эпос, эпос, который заклеймит то чудовищное безбожие, то чудовищное атеистическое Марьево, в которое погрузилась страна. Но это тема следующего разговора. Весь ваш Виктор Кравец. До следующей встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok